Я проходила марафон у Нелли Давыдовой, который длится 33 дня и называется писательским. На самом деле на марафон я шла не на того, чтобы научиться писать. У меня была совершенно другая мысль, с которой я заходила на марафон. В тот момент мне хотелось просто обнулиться. Я прочитала, что на марафоне можно сделать страничку с нуля, и подумала, что это прекрасная мысль уйти из соцсетей. В тот момент мне хотелось выйти из соцсетей и начать писать исключительно для самой себя. Вот такой был основной замысел. Что такое писать для самой себя? Я думала, что даже никто читать не будет. Мою страницу я буду писать для самой себя и читать буду сама себя. И это будет как раз очень важным для меня шагом в том, чтобы почувствовать исток, собственный исток, вот эту нулевую точку сингулярности. И когда ты потом выходишь иным человеком и делаешь что-то исключительно для самого себя. Но на марафоне проходит движение, и туда приходит очень много людей, и они приходят со своими собственными мыслями, чувствами, со своими целями. И у марафона есть правила, и там отбираются тексты, которые попадают в страничку. Даже не знаю, как она называется, но там лучший текст. Могу мысли, а почему мои тексты не попадают в лучшие. Представляете, приходишь писать для самого себя, а вдруг начинаешь сталкиваться с групповой динамикой и с какими-то вопросами, которые в тебя приходят. И в этот момент началась очень крутая штука, которая на марафоне не объявлена, но она есть. И я стала работать с шаблонами, которые стали появляться. Что такое признание? Зачем тебе это? И очень много шелухи ушло. Скинулось очень много шелухи. Когда я это проработала, появилась легкость, и я снова стала писать для самой себя, и поток еще больше усилился, он еще больше увеличился. И началась творческая такая штука, когда тексты рождали сами себя в форме сказок. Сказки стали приходить очень легко. И мало того, что сказки стали приходить очень легко, я стала писать почему-то сказки. Я не заходила на марафон для того, чтобы писать сказки, но сказки стали писаться. И когда они писались, я потом читала свои собственные тексты, ведь я зашла, чтобы читать саму себя и вернуться к своим истокам, я удивлялась. Я думала, вам, неужели это я написала? Неужели это так написалось? Неужели это так сложилось? И вот это, когда пишешь для самого себя и становишься чтецом самой себя, со мной это произошло. Вот эта точка обнуления, после которой начинается совершенно иное восприятие. И на марафоне я осталась, продолжаю писать, не потому что мои тексты должны быть куда-то отобраны или для того, чтобы меня лайкнули. Я пишу это просто для самой себя. Потому что, когда попадаешь в поле единомышленников, вот и Циолковский еще говорил, поле усиливается. А что такое единомышленники? Я называю марафон, еще клуб по интересам. Люди пришли осознанные, они осознанно приходят для того, чтобы познавать суть вещей, познавать себя. И вот это поле, оно очень для меня наполняющее. И, соответственно, оно усиливается и происходят всякие чудеса. Вот сегодня утром я открыла компьютер, подумала, что писать, и вдруг пришли стихи. Они просто так пришли, родились. Я их записала, не нужен был ни черновик, ничего. Это моментально записалось. Вы знаете, со мной такое было лет 18-19-20, но потом проблес где-то около 30 было, а потом я это очень долго не помнила. То есть лет 20 я вообще забыла, что такое было творчество в таком чистом виде. Поэтому марафон, он дает какое-то обновленное, обнуленное восприятие себя. Поэтому, если вы хотите пойти на марафон для того, чтобы обнулиться, как делала это я, то марафон, прекрасный заход в эту задачу. Благодарю Нелли. Как всегда, чудесная идея, классная реализация, здорово быть в этом, здорово играть в этом. Благодарю всю команду, особенно Аню. Аня мне очень много дает любви, поддержки. Ну, наверное, так для меня это звучит. Тепла. С Аней я еще с курса. Она, по-моему, была моя, я не знаю точно, но мне кажется, она была моим куратором в том числе на курсе «Твори жизнь», который я проходила у Нелли. И как-то мне всегда приятно ее особо видеть и слышать на моей странице. Вот. Хотела так сказать. Все. Спасибо всем. Всем удачи, творчества, потока. Субтитры сделал DimaTorzok